А мне не надо говорить здравствуйте. Меня зовут Оксана. С чего бы начать? Ну, у нас такая сфера, конечно, интересная, но я бы не сказала, что это может быть даже бесит, вызывая юмор у хореографов, да, когда задают такие вопросы, типа, что? Ну, первое, конечно, я уже не знаю, что надо отвечать. А я научусь танцевать за 8 занятий. За 8 занятий. Конечно, ты научишься, как Мигель будешь. 8-то занятий. А у вас бесплатно? Да. Вот это моя любимая. Здравствуйте, можно записаться? Да, конечно. Расписание такое-то такое. Мне не подходит это расписание. Можете перенести, когда мне удобно, пожалуйста. Перенесем все. И студию к вам домой. Ну, просто. У нас есть видосы, да? Видео это клево-крус. Все хотят сниматься видосы. Бывают такие приколы. На тренировках не было и приезжает просто сниматься видео. Как бы танца не знаешь, да? Привет. Приходят, например, одно занятие протренировалось. Пишет мне или звонит, говорит, Оксан, я не смогу ходить. Мне нельзя, я говорю. Почему? Что случилось? Ну, у меня все болит. Ну, это нормально. Не-не-не-не. Не, нельзя. Просто. Человек даже не понимает, что тело, если мышцы приходят в форму, и это нормально. Даже хорошо, что они заработали. И большинство людей думают, что они придут. И как бы весело, да? Всегда. Вот всегда на видео все легко и красиво. И приходят на тренировку, а тут надо работать. Что? Надо напрягаться. Еще и стараться. Нифига не получается. Типа понимаешь, что ты дерево. Ну, все это не мое. Конечно. Что можно за одно занятие понять? Ну, ты там несколько движений, если запомнишь, то вообще будет супер. Это как, например, на английский язык идти. Я схожу на одно занятие, если я запомню там hello, goodbye, значит, это мое. Или нет, или как, я не знаю. Мое, мое, мое. Работаешь, будет твоим. Не работаешь, не будет. Моя любимая. Все мое любимое. А какие направления у вас есть? Ну, у нас есть дэнс-холл, твер, бок. Это вот там ногами, это руками. А подскажите мне, куда пойти? Ну, может быть, там шафт? Не-не-не. Ну, бок у руками. Не-не-не, руками не хочу. Может быть, твер? Ой, не-не-не, только не попой. Как я могу подсказать человеку, куда ему лучше пойти? Вот тоже клево. У нас есть группа в WhatsApp. Мы туда всех добавляем. Есть девчонки, например, которые, ну, вот, пришли там, занимались. По каким-то причинам там, ну, не ходят, да? Сидят в чате месяц, два, три, там, год. Ты их удаляешь? А что вы меня удалили? Ну, все, я тогда больше не приду. Как бы все. Оксана, я ходить больше не буду, но ты меня с группой не удаляй. Я на корпоратив, на тусы хочу ходить к вам. У вас весело? Конечно! И это Господь, Господь и Иисус Христос, Господи. Большинство девочек хотят все тверк. Но они до последнего скрывают. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, меня куда угодно, не-не-не, только не жопкой. Муж мне не разрешает. Вообще, что скажут люди? Например, приходят на контемпораре, а там вообще до святост, там ноги надо. И потом, ну, там, занимаются, занимаются, занимаются. Раз. Ну, я попробую чуть-чуть. Под тверкой там смотришь, все, она уже там тверкает, все ништяк. Подсознательно все хотят, но не все признаются. Здравствуйте, а можно посмотреть тут у вас походить? Или мужчины особенно. А у вас можно сидеть на занятиях? Попкорн бери. Нет, конечно, у нас такого нет. У вас все такие там красивые. Я на тренировке. Вся лохматая, не накрашенная. Я сначала похудею, а потом приду к вам, потому что у вас все красивые. А у нас дофига девчонок вообще в теле офигенные, сочные. У нас же не направлено на то, чтобы похудеть. У нас направлено на принятие и кайф от собственного тела. Даже кто худеет, они худеют, потому что начинают кайфовать от себя. Вы берете, ну там, вы возьмете бревно. Или как? Да, у нас все такие. Нет, это заблуждение. Мы берем всех, мы готовы работать вот именно с такими, разными, кто не умеет. Мы готовы с ними работать. Но не факт, что этот человек готов работать. Но меня это не бесит. Ну, то есть, у меня нет такого, что... Нет. Можно это вырезать. Ну ладно. Это скорее такие постоянные вопросы. Ставимся объяснять, и они бесконечно повторяются. Просто от этого прикола у нас какие-то байки рождаются. Это рабочие вот в этой профессии такие приколюхи, да. Мы объясняем это, да. Нет такого, что мы там, ты что спрашиваешь у меня там, ты что, совсем? Нет, конечно. Мы объясняем. Прям просто, чтобы объяснять и доносить, чтобы человек понял, что он, в принципе, даже не только танцами. Если он хочет чем-то заняться, то ему нужно, да, какие-то вот эти аспекты понимать. И если он даже вот в танцах это поймет, то он потом и в жизни это в других каких-то моментах будет применять. И ему это вообще даст огромный плюс. Это будет прикольно и классно. Это можно прям использовать. Используйте. Приходите на танцы. Приходите на танцы.